Тюменская арена 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 и канадцами. Тюменский Рубин день рождения клуба провел в Казани, где в рамках париматчем чемпионата ВХЛ встречался с местным барсом. Сибиряки все решили уже в первом периоде, забросив трижды. Никита Рожков и Михаил Железнов отличились в большинстве, а под занавес отрезков выстрелил Вадим Антипин. В 23-й минуте счет стараниями Алексея Митрофанова и Вадима Хлопотова стал уже 5-0. Хозяева лишь в третьем периоде смогли дважды огорчить не игравшего больше двух недель Егора Назарова, однако 34 сейва вратаря Рубина не позволили им надеяться на большее. В перерыве между казанскими голами Хлопотов оформил дубль хитрым броском с отрицательного угла. Отличный матч провел и Никита Мокин, отдавший три голевые передачи. Победа 6-2. В рамках выездной серии Рубин далее сыграет с пензенским дизелем, Ладой из Тольятти и самарским клубом ЦСКА ВВС. Индивидуальная гонка на 15 километров открыла в Щековском третий этап Кубка России по биатлону среди женщин. Золото уже достаточно привычно выиграла Тюменко Виктория Сливком. При том, что на втором из четырех рубежей она закрыла лишь две мишени и получила сразу три штрафные минуты. Но не сдалась. И за счет отличной скорости на последней стойке была уже второй. Отстреляла Виктория безупречно, а вот ее главная соперница Анастасия Егорова из Мурманской области допустила промах. За счет гораздо более быстрого хода Сливко и опередила ее на финише на полминуты и праздновала победу. Виктория с отрывом лидирует в Кубке страны и держится в тройке лидеров рейтинга СБР. Кажется, перестать замечать ее у тренеров сборной скоро аргументов не останется. Капитан сборной России по спортивной гимнастике Давид Белявский посетил Тюмень. Его визит стал возможен благодаря местным тренерам, которые пригласили олимпийского чемпиона в первый город Сибири. А тот не просто принял приглашение, но и провел для подрастающей смены мастер-класс. Давид вместе со своими партнерами по команде Никитой Нагорным, Артуром, Далалаяном и Денисом Облязиным выиграли золото Олимпийских игр в Токио в Многобурье, которое стало для нашей страны первым за 25 лет. Я думаю, что гимнастикой стали гораздо больше детей заниматься, но для того, чтобы они показывали хорошие результаты, нужно в каждом городе хотя бы иметь по такому центру. Я из-за чего сюда приехал еще посмотреть спортивный центр, потому что в Екатеринбурге у нас просто нет такого. Мастер-класс длился два часа. За это время Давид провел полноценные занятия по всем олимпийским стандартам. Разминку, показательные упражнения на коне и махе на брусьях, а также по мере силы времени помог сибирским мальчишкам в постановке техники, после чего никому не отказал автографе. Само собой мы не забыли о главном игровом событии всего спортивного 2021 года. Выход мини-футбольного клуба «Тюмень» в финал четырех Лиги чемпионов достижение грандиозное, окончательно закрепляющее сибирскую команду в европейском топе. Давайте еще раз насладимся, как Артем Антошкин и компания, невзирая ни на что, сломили ломящийся от звездных бразильских мастеров Кайрат из Казахстана. Этот матч стал красочным итогом трехдневного, пусть и краткосрочного, но очень важного турнира, в котором права на ошибку не имелось. Хоть статистика и говорила о том, что Кайрат в противостоянии с «Тюменью» – фаворит. И сегодня просто в раздевалке шоу перед игрой показал плакат, статистику, просто статистику показал, что у Кайрата у нас одна победа, есть там, по-моему, 12. Я собрал все года, все турниры, там было все, все одна была победа. Я сказал, ребята, самим надо переламать, поэтому установка пошла как бы так. Я сказал самим, ребята, это надо, наверное, переламать, переломим, заслуженно зайдем туда. Груз прошлого на хозяев все-таки давил. А потому первый тайм с их стороны получился не самым зрелищным. Кайрат тоже не выдал чудес, но на один гол наработал. Верные подсказки в раздевалке, помноженные на корректировку психологического настроя, сработали просто на диво, что вылилось в три забитых мяча. Опытный лигочемпионский боец Бруно Таффи выдал свой максимум в самый нужный день на счету бразильца дубль. Серпь Йован Лазаревич, из-за травмы малоигравший в первых матчах элитного раунда, напомнил, почему его переход был столь важен для Тюмени. Эмоции очень хорошие, потому что команда выполнила задачу. И, в общем-то, игра была достаточно интересная. Мы видели, что ребята бились, и самое главное, что во втором периоде противопоставили то, что нужно было противопоставить Кайрату, и играли на более высоких скоростях. Потому что, если бы продолжили играть в том же темпе, как это было в первом периоде, я думаю, удачи бы точно у нас не было. Времени для спасения Кайрату катастрофически не хватало. И все, что смог выжить из оставшихся минут один из самых титулованных клубов Старого Света – это один гол, который ничего уже не решал. Особенно, если учесть, что Тюмень устраивала и ничья. Я могу сказать, что Тюмень заслужил эту победу, потому что команда пришла к этому моменту комплектованно, создала очень хорошую обстановку. Все очень красиво, все на высшем уровне. Это действительно был сегодня праздник футзал, и мы подарили очень классный праздник болезни. Тюмень второй раз из двух попыток своей истории вышла в финал четырех Европейской Лиги чемпионов. От имен соперников в решающем раунде отчетливо веет мировой историей – Бенфика, Барселона и Спортинг. Но не боги горшки обжигают, да и Кайрат тоже не они обыгрывают. Показать все, что ты умеешь делать. Ребята хорошие. Самое главное, чтобы все восстановились и подойти к турниру без травм, чтобы был самый сильный состав. Было бы здорово подойти в оптимальной форме, потому что там-то игроки команды просто высочайшего уровня. Но, может быть, в этом смысле и наша сила. Хорошие игроки находятся там, где шайба, а великие там, где она будет. Так звучит фраза канадского гения хоккея Уэйна Грецкий. Перефразируем ее на мини-футбольный лад. Хорошие игроки проводят классные матчи тогда, когда случится вдохновение, а великие – в самый необходимый момент. Бразильский легионер МФК Тюмень Бруно Таффи за короткий срок провел два матча против Кайрата в Лиге чемпионов. Первый, который ключевым не был, отыграл довольно средне. Это еще мягко говоря. Но когда решалась задача на сезон в элитном раунде, Таффи включил в режим мини-футбольного бога. Мы досконально изучили действия бразильцев в этих встречах. В Рименик, который принял основной раунд Лиги чемпионов, Таффи вышел на паркет в четверке с Камилем Герихановым, Денисом Неведровым и Андреем Соколовым. И у них сразу что-то не заладилось. Бразилец играл с чрезмерной опаской. Вообще не шел в обводку и думал скорее о защите, чем о нападении. При этом у своих ворот вовсе не был надежен. Первый гол Кайрата. Таффи с Неведровым ошиваются на ровном месте и теряют мяч. Затем Бруно не успевает перехватить прострел. Две оплошности в одном игровом моменте. Многовато для такого мастера. Ближе к концовке тайма у Таффи появляется отличный момент забить. Но из выгодной позиции он промахивается, а игроки Кайрата убегают в опаснейшую контратаку. Далее на пару с Герихановым латиноамериканец сотрудил вот такой эпизод. Благо здесь простили. А вот во втором тайме Кайрат организовал еще два гола. Сначала тюменский бразилец купился на финт Эдсона, а затем не уследил за Витао. Матч закончился в ничью 3-3. То есть все мячи Кайрат забил при непосредственном участии Бруно. Вот его показатели. Статистика бразильца говорит о том, что он полностью провалил поединок. Создавал мало, терял много. Хотя, несмотря на все эти неудачные действия, Николай Иванов дал ему полностью доиграть встречу. Причем действовал Таффи больше в обороне. Успел даже несколько секунд побывать голкипером, пока Лео Гужел креативил на фланге. В матче в Тюмени мы увидели совсем другого Таффи. Привычного нам. Того самого, который дважды становился победителем Лиги Чемпионов. Его партнерами был Александр Упалев и два Андрея, Соколов и Батарев. В первой же смене Бруно пошел в обводку. Стал двигать мяч, создавать моменты для партнеров. Хоть Кайрат и забил в то время, когда Таффи находился на площадке, в этом эпизоде винить его уж точно нельзя. Хотя бы потому, что после пропущенного гола он спас и от второго. Затем вновь отметился шикарным проходом. Выяснилось, что остановить тюменского легионера можно только ценой желтой карточки. Я люблю вот это игры. Такие игры. Я очень люблю это. Очень эмоции, очень болельщики. Я люблю вот это. И поэтому я очень помогаю команде. И очень-очень рад. В начале второго тайма именно Таффи сравнял счет. Сначала сам подобрал мяч, начал атаку и затем сам же стал ее наконечником. Хотя что-то из октябрьского матча в Италии все же перенеслось в Тюмень. Связка с Гирихановым вновь дала сбой. Но зато химия с Артемом Антошкиным никуда не делась. Особенно показателен эпизод, когда он оказался первым на подборе и тут же вывел капитана на рандеву с Ротарем. Запомнился и Фин Зидана. Убрал соперника, заработал фолл. А через несколько секунд Таффи вывел черно-белых вперед. Гол! Второй гол чем забил там, непонятно. Нет, я просто так, нога, не в виде мяча, просто нога дал мне и забил гол. Очень рад. В третьем голе Тюмени южноамериканец тоже поучаствовал, поставив сопернику заслон. В этой встрече у Бруно было в разы больше свободы. На него рассчитывали именно в атаке. Показательный момент. Гайрат играет в пятером, тюменцы обороняются. Антошкин теряет мяч и Таффи сразу же бежит на смену. На вопрос, лучше ли это его матч за Тюмень, бразилец ответил так. Вновь посмотрим на цифры. Как мы видим, бразилец отыграл идеальный матч, который в корне отличается от итальянского. Повел на паркете гораздо больше времени. И обводил, и создавал моменты. И, что немаловажно, забивал. Возможно, сыграли свою роль и кураж, и питающая его поддержка трибун. Но факт остается фактом. За три матча Таффи отличился четыре раза. Именно таким мы хотим видеть его и впредь. И в матчах чемпионата России, и в национальном кубке, и, разумеется, в финале Лиги чемпионов. И, малыши, туда же дай! Да не лезь в голову! Есть! Есть, есть, есть! Музыка Вот так вот бои заканчиваются, у мужиков. Музыка 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 Соцсети – это то, без чего не смыслят себя молодые и красивые, то есть все спортсмены. На этой неделе мы собрали лучшие публикации из абсолютно разных дисциплин. Причем взяли посты, выложенные как мужчинами, так и девушками. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Что значит идеальный отпуск для футболиста? Вратар Тюмени Станислав Антипин, недавно открывший личный блог в Инстаграм, решил поделиться своим отдыхом в Краснодаре. На этом видео идеально все. А вот лыжницам до отпуска еще далеко. У них сезон только начался. Наталья Баракина разбавила спортивные будни вот таким позитивным постом. Особенно счастливо здесь выглядит Евгения Рудометова, завоевавшая бронзу в спринтерской гонке Кубка Хакасии. Что связывают Егора Бабенко и Артемия Панарина? Тюмениц из-за травмы нынешний сезон закончил, но продолжает набирать форму дома. Благо спаринг-партнер фурорду Хакасочи попался достойный. Панарин же известен такими тренировками. Его пес, которого зовут просто Рыжий, после занятий с хозяином может претендовать на место в защите сборной России на грядущей Олимпиаде. В заключение о погоде. Тюменский гололед чуть было не заставил упасть призера чемпионата мира по легкой атлетике Дениса Кудрявцева. Благо поддержка у него оказалась серьезной. Это были самые яркие публикации тюменских спортсменов на прошедшей неделе. Ждем от них, да и от вас тоже еще больше активностей и в социальных сетях, и в жизни. Сразу два южнокорейских сериала в последние пару месяцев побили рекорд платформы Netflix по просмотрам «Игра в кальмара» и «Зов ада». Но на самом деле в этой азиатской стране придумывают далеко не только способы провести время дома перед ноутбуком. Активную деятельность там тоже уважают. Именно Южная Корея является родиной Тхэквондо, того самого вида спорта, по которому недавно в Екатеринбурге прошли Кубок России и Кубок Урала. В переводе с корейского Тхэ означает «топтать», «квон – кулак», а «до – путь». И тюменские спортсмены шагают по нему очень бодро. Виктория Скрипникова, Анна Губина и Ольга Черенко принесли Тюмени первую победу в командных спаррингах среди девушек 16-17 лет. В полуфинале они выбили москвичек, а в финале расправились с хозяйками татами. Спортсмены сборной Тюменской области под Хэквондо собираются у своего тренера Максима Александровича Григорова и на кухне обсуждают итоги прошедших соревнований. Сейчас мы посмотрим, как это происходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Спортсмен – это самый счастливый человек, потому что, когда он побеждает, он испытывает колоссальные эмоции и колоссальное вот это счастье. Многие из вас это уже испытали. И у меня вот гордость за вас. Тот случай, когда разговор тренера со спортсменами совсем не похож на разбор полетов. Теплое, почти семейное общение за чашкой чая – это та самая душина, которая дарит психологическую разгрузку после трудных турниров и не менее тяжелых тренировок с максимальной выкладкой. Приятно, что я выиграла чемпионку, призерку Европу бронзовую. Она также была чемпионкой России и чемпионкой Кубка Урала. Такой цель, чтобы убить человека, а наоборот выступить красиво и показать красоту этого спорта, то есть техника. Красота заключается в чистом ведении боя, получается, не добивать человека, то есть спортивное поведение, соблюдение правил. Самый мой любимый – это Тору Юб, прямой, поникающий. Особенно мне нравится после него продолжать двоечку руками бить. Двоечка руками в конце. Сейчас я вам покажу самый высокобальный удар. Торнадо вдоль у чаги. Про высокобальные удары за чашкой чая вспоминать не принято. В минуты отдыха в кругу друзей лучше поделиться, например, историями из детства. Серебряный призер Кубка России Михаил Сухарченко, например, вспомнил времена, когда верил в страшилки о пиковой даме. Сразу же приходит в комнату, на двери располагалась лампочка. Им было нечего делать, это единственная комната, и они решили поиграть, кто попадет перчаткой в выключатель. Но они не попали в выключатель, они попали в лампочку. Лампочка, соответственно, разбилась, упала, погасла. И кому-то из них привело в голову сказать, что это, мол, была пиковой дамой. Вот мы с Даней Ромакином тогда были пацанами впечатлительными, считая, что он. И, естественно, этим рассказом поверили. Развенчал миф тренер. На ночь мы так построились перед общагой. И начали выполнять комплекс общеразвивающих упражнений, начиная с отжиманий и приседаний, при этом повторяли как мантру «Я спортсмен, пиковой дамы не существует, я все придумал, я сильный, я ничего не боюсь». Уже снимаем? Нормально, танс-фитанс. Нас наградили вот таким замечательным кубком. И этот кубок, получается, нам принес еще больше уверенности. В начале февраля бюменские тхэквондисты отправятся на чемпионат и первенство России в Сочи. Именно там и выяснится, кто из них весной выступит на первенстве Европы. Могут ли играть в одной хоккейной команде вратарь Александр Судницын и финский нападающий Микэль Гранлун, форварды Лев Трифонов и Ти Джей Оши? Наконец, может ли защитник Георгий Бердюков забить гол Евгению Набокову? Ответ на этот вопрос – да. 9 декабря в спортбаре «Хороший гол» на день рождения Тюменского хоккейного клуба «Рубин» возможно было все. Для болельщиков устроили турнир по настольному хоккею. А его гостями и активными участниками стали хоккейные комментаторы Тюменской арены. Великий комментатор Иван Лобов, Тюменская арена, да, больше 10 лет опыта работы и Александр Чеглаков, наша восходящая звезда, он газовик представлять сегодня будет. Погнали! Как на практике, теоретике играют. У меня защитники, они как куры, они 5 сантиметров от ворот уже ничьи. Они, как и вы, не умеют кататься на коньках, наверное. Александр Чеглаков, вы умеете кататься на коньках? Я умею кататься на коньках, но хоккейно-спорно играю еще лучше. Сейчас вы в этом убедитесь. Олег Иван Лобов попадет под Тюменский каток. Что вы еще знаете? Сейв байк. Кто у тебя? Судницын, да? Судницын. Судницын форму набрал, да. А у тебя кто на воротах, Иван? Так, а у меня Евгений Набоков будет. О! Стариной тряхнет. Вот если бы сейчас он пропустил, я бы обязательно лишил премии, но пока везет моим игрокам. В основное время экспрессивные комментаторы не смогли определить победителя. В итоге соперников рассудила серия буллитов. Убираю под неудобную бэкхенд, бэкхенд, вновь форхенд, бросок, штанга. Ну, ну, давай, давай, Иван. Вот это сейв. Не сейв, а сейв еще, как говорится. Так, ну, Судницын выходит вперед. И что же сделает его соперника? А-а-а! Все! Вот это я красава! Затащил без вариантов, без вариантов. Александр, как вы сейчас чувствуете себя? Насколько быть лузером это вообще комфортно? Я штрафую этих игроков, потому что, ну, проигрывать такому Ивану Лобову, я считаю, это стыд и позор. Это словно бы «Зенит» проиграл «Спартаку». Смотрите, как он радуется. Все-таки Рубин победил. Чемпионы! Чемпионы! Приурочен он к дню рождения нашей команды Рубин. Ну, а раньше в детстве проводили чемпионат двора. Так что, можно сказать, профессионал. И это Сергей Юрьевич доказал в матче вызова, который бросил ему горячий Александр Чеглаков. Сложно что-то противопоставить такому опытному сопернику. Ну, вот теперь опасный момент был. Я не успел этого игрока выставить вперед. Проигрывает это не я, проигрывают игроки. А если выиграешь? А если выиграю, однозначно я, потому что, ну, все-таки, это же ведь я молодец. Словно Ти Джей Оши на Олимпиаде в Сочи. И мимо, нет. Ну, это эту Олимпиаду не вспоминай, это ужасно. Ну, да, конечно, не будем вспоминать. У нас скоро Пекин. Бол! Так, 1-0, все. Ну, что, Сергей Юрьевич, вы на правах. Здесь укороченная версия. Я предупреждал со мной связываться сложно. Профессионал. С пяти лет играю. Вы играли еще в советский настольный хоккей? Да, в настоящий. Это там было вообще сложно. Вот она моя минута славы. Здесь у нас победила дружба. Без вариантов просто, чемпионы. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Уже через неделю будем рады снова встретиться в эфире. Напоминаю, что найти наши сюжеты можно на YouTube-канале и в группе Тюменской арены во Вконтакте. Живите спортивно и по тюменскому времени. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok